Всем привет! Это снова подкаст про мой район и его ведущие Даша Судакова и Настя Масляева. В этом подкасте мы рассказываем о разных районах Москвы, о том, как в них живется и что есть необычного в каждом из них. Что сказать про район, в который мы отправляемся? Ну, во-первых, тут находится один из самых известных архитектурных памятников Москвы. Но между тем, если вы сфотографируетесь на фоне этой достопримечательности, не каждый догадается, где вы находитесь. В Италии, в Испании или, может быть, даже во Франции. Ну, а еще этот район известен тем, что здесь очень интенсивно растут цены на новостройки. За последний год средняя стоимость одного квадрата выросла примерно на 33%. Оно и понятно. Район очень комфортный для жизни. Тут как в плане транспорта и расположения все хорошо, так и в плане экологии. Почти четверть территории — это зеленые насаждения. Не говоря уж про те бескрайние парки, которые его окружают. Лосиный остров и ботанический сад. В общем, сегодня поговорим о Ростокине. Район Ростокина находится на северо-востоке Москвы. С востока он огорожен Лосиным островом. С юга — рекой Яузы и улицей Эйзенштейна. А с севера — северо-восточной хордой. Его площадь около 4,5 квадратных километров. А живет здесь примерно 40 тысяч человек. Ну, то есть народу здесь не очень много. И, соответственно, общественным транспортом пользоваться довольно удобно. Здесь две станции МЦК. Это Ростокин и Ботанический сад. Платформа Яуза. И станция метро Ботанический сад. Кстати, Даша, ты знаешь, что станции Ботанический сад долгое время принадлежал своеобразный рекорд? Она считалась самой темной станцией московского метрополитена. Но в 2005 году тут заменили освещение. И можно сказать, что станция утратила свою своеобразную уникальность. Но с ней связан еще один очень любопытный факт. Изначально станцию планировали назвать Ростокино. Ну, что было бы логично. Да, особенно учитывая тот факт, что до 1966 года Ботаническим садом называлась станция, которая сейчас носит название Проспект Мира. Ну, а если уж возвращаться к разговору про транспорт, надо сказать, что в районе курсируют трамваи самого популярного в Москве маршрута. Это маршрут номер 17. Его длина 11,5 километров. Трамвай ходит между Медведковым и ВДНХ. И каждый день им пользуется около 35 тысяч человек. Можно сказать, что это население небольшого города. Одна из главных магистралей Ростокино – это Проспект Мира, который разделяет район на две части. Интересно, что свое название улица получила в 1957 году в связи с проходившим в Москве шестым всемирным фестивалем молодежи и студентов. Именно по ней прошло главное шествие фестиваля. И примерно тогда же началась застройка территории района новыми многоэтажными домами. Ну, хорошо, с Проспектом Мира мы разобрались. А вот интересно, откуда произошло название всего района? Изначально так называлось село, находившееся на этом месте. И название произошло от старославянского слова «ростока», то есть раздвоение на два потока. Село было построено на развилке двух речных рукавов – реки Яузы и впадающие в нее речки Горячки или Горяенки. Мне кажется, у многих москвичей может сложиться впечатление, что это название как-то связано со словом «ростки». Тем более, что даже на гербе района можно увидеть что-то похожее. Это листики и цветы липы. Ну, а еще на гербе изображен легендарный ростокинский акведук. Одно из самых старых сохранившихся сооружений столицы. Построен акведук был при Екатерине II, как часть первого в России водопровода – Матищинского. Ростокинский акведук – это 12-арочный белокаменный мост через реку Яузу, по которому текла вода в сторону Неглинной улицы. Акведук иногда еще называют миллионным мостом, поскольку на его строительство была потрачена огромная по тем временам сумма денег – несколько миллионов рублей. А в XVIII веке это был самый большой каменный мост в России. И императрица Екатерина II считала его лучшей постройкой в Москве, сказав, что он с виду легок, как перо, и весьма прочен. Ну, а в наши дни акведук, естественно, уже не используется по своему прямому назначению. Сейчас это памятник архитектуры. В 2007 году его отреставрировали и превратили в пешеходный мост. А погулять по мосту можно в выходные дни. Вокруг был разбит парк Ростокинский акведук, в котором регулярно проводятся фестивали и праздничные мероприятия. Ну, а в этом году в парке рядом с акведуком проходит благоустройство. И здесь появятся новые места для отдыха, а также веломаршрут, который ведет в соседние лесные зоны. Нужно сказать, что Ростокинский акведук – это часть парка Яуза, самого протяженного парка в Европе. Его прогулочная зона растянулась примерно на 20 километров. К парку уже относятся около 10 благоустроенных пространств, включая парк Ростокинский акведук, сад будущего, парк Чермянка и сквер по Ланецкому проезду. А еще парк спорта Яуза, который был создан 12 лет назад. Здесь есть площадки для занятий волейболом и баскетболом, футбольное поле, уличные тренажеры. Ну и, конечно, площадка для выгула и дрессировки собак. Ну, а еще в парке можно увидеть скульптуру «Дворовый капитан». И говорят, что капитаны местных футбольных команд перед матчем обязательно должны потрогать его кепку на удачу. Авторами скульптуры стали Андрей Осирьянц вместе с Владимиром Лепешевым. А по соседству в парке Акведук находится еще одна известная скульптура Осирьянца – это памятник Ростокинскому дворнику. Но это как бы собирательный образ человека, который каждый день трудится, чтобы в столице было чисто. Пройдем мимо Ростокинского дворника и окажемся в саду Бажова, где можно встретить героев знаменитых уральских сказов Павла Бажова. Это скульптуры, изображающие хозяйку Медной горы, серебряная копытца, огневушку-поскакушку и Данилу-мастера. Ну и бюст самого писателя, конечно, тоже можно здесь увидеть. После благоустройства, которое прошло 4 года назад, в сквере также появились бронзовые панно с сюжетами сказов. Здесь нужно сказать еще про одну достопримечательность района. Это парк с необычным названием «Сад будущего». Он тоже входит в состав суперпарка Яуза. А раньше на этом месте находилась усадьба Леонова. И в 2003 году парк переименовали в «Сад будущего» по случаю выставки «Экспонаука». Участники выставки высадили здесь тогда 22 дерева. 21 каштан, как символ 21 века, и один тополь, который символизирует переход в век 22. Ну а, как мне кажется, самое интересное дерево в парке – это дуб-патриарх. Его возраст несколько веков. По старинным чертежам был восстановлен парк, таким, каким он был до революции. Здесь появились новые аллеи, цветники, фонтаны и детские площадки с необычными игровыми элементами, музыкальный металлофон и барабаны. А для спортсменов обустроили воркаут-площадку с тренажерами, волейбольную площадку и площадку для игры в бадминтон. Вдоль аллей парка уложили велодорожки, а рядом с Яузой обустроили экотропы. На самой реке создали маршрут для грибного слалома. Ну а если мы пойдем от сада будущего к Акведуку, то окажемся на набережной Говорухина. Это прогулочная зона вдоль Яузы, которую назвали в честь режиссера и актера Станислава Говорухина в 2019 году. А для неспешных прогулок участок замостили плиткой и поставили скамейки. Ну и, к слову, это далеко не единственная достопримечательность Ростокина, связанная с кино. На улице Сергея Эйзенштейна, названной так в честь всемирно известного режиссера, находится киностудия имени Горького. Одна из крупнейших и старейших киностудий России, в активе которой более тысячи фильмов. Она была основана в 1915 году. И последние четыре года здесь ведутся работы по масштабному обновлению. Тут появится двухэтажный музей с библиотекой и лекторией. Будут работать студии для создания детско-юношеских и научно-популярных фильмов. И уже сейчас можно посетить экскурсию или записаться на мастер-класс. А еще зайти в местное кафе или арендовать исторический костюм для маскарада. Здесь же находится историческое здание легендарного ВГИКа, Государственного института кинематографии имени Герасимова. Это первая высшая киношкола в мире. Она была создана в 1919 году. Отсюда выпустилось великое множество режиссеров, сценаристов и операторов. И возле входа в институт можно увидеть троицу самых известных. Здесь стоит памятник Андрею Тарковскому, Геннадию Шпаликову и Василию Шикшину. В районе есть и другие вузы. Государственный социальный университет, Институт прикладной геофизики и Педагогический университет. Надо сказать, что в Ростокине сейчас происходят заметные изменения. Здесь развернулась стройка, в том числе по программе реновации. В районе снесут 19 устаревших домов, а кроме того, здесь уже начались работы по строительству пешеходного моста через реку Яузу и из Ростокина в Алексеевский район. Мост необходим в первую очередь потому, что многие жители Ростокина ходят в поликлинику в соседний район, и сейчас им приходится делать большой крюк на общественном транспорте. Изменения коснутся и трамвайного депо имени Баумана на сельскохозяйственной улице. Депо существует уже 90 лет. Это комплекс из восьми зданий, которые символизируют трамвайные составы. За эти десятилетия оно, конечно, изрядно износилось, но продолжает работать. Сейчас в нем около 145 трамвайных вагонов, в том числе низкопольные вагоны «Витязь-М», которые появились на улицах города пять лет назад и сменили грохочущие трамваи нашего детства. А о том, что еще есть интересного в Ростокине, мы поговорили с Анной Шавыриной, которая работает в детской библиотеке номер 55 и проводит экскурсии по району. Я выросла в этом районе, прожила до 22 лет, потом переехала. Так что район мой родной, и знаю я его хорошо. А чем вам нравится район Ростокина? Ну, мне нравится он своей, конечно же, зеленью, такой относительной тишиной. И в то же время район, хотя такой очень зеленый и немножко такой обособленный, он так как бы в стороне от проспекта Мира таким аппендиксом находится, но при этом он недалеко от центра, рядом ВДНХ, рядом проспект Мира. Вот, наверное, этим он мне и нравится. А как бы вы описали район? Что для вас Ростокина? Ну, Ростокина — это такой своеобразный очень район. Он, с одной стороны, небольшой. Он имеет в себе черты такого маленького провинциального городка, потому что ведь он долгое время был селом Ростокина, да, пригородом Москвы. И поэтому он сохраняет до сих пор даже какие-то такие черты. У нас рядом лес, рядом река. И в то же время он имеет очень много знаковых каких-то зданий и памятников, и исторических, и уже даже и современных, новых. Расскажите, пожалуйста, про вашу работу в библиотеке, в рамках которой проводятся экскурсии. Как они называются, как на них попасть? Ну, дело в том, что сейчас в библиотеке занимаются не только просто обслуживанием читателей или выдачей книжек. Работа сейчас ведется очень разнообразная, в том числе вот проектная деятельность. И вот поэтому родилась такая мысль создать такой краеведческий проект. Мы сдавали его «Ростокина вчера, сегодня, завтра». История района через века, памятники района, архитектура района. А как можно попасть к вам на экскурсию? Ну, экскурсию попасть очень просто. Во-первых, мы ведем активно соцсети, библиотеки. Это ВКонтакте и Телеграм. У нас Телеграм-канал наш называется очень просто «Библиотека 55». Вот его очень просто найти. Там мы анонсируем вообще все события, которые у нас в библиотеке происходят. Ну, экскурсии, конечно, в том числе. Ваши экскурсии проходят только в летнее время или зимой тоже можно посетить прогулку? Нет, совсем в зимний период я вообще не провожу, потому что у нас, ну, просто особенность местности такая. У нас как раз вот это, где находится Ростокинский акведук, парк акведук, да, открытая местность. Она очень продуваема ветрами. И зимой там тяжело. И тем более зимой там работает горка, ледяная горка. Ваши экскурсии на бесплатной основе, правильно? На бесплатной, да, абсолютно. Это входит в перечень услуг библиотеки. Что мы видим на прогулке, да, когда идем по вашему маршруту? Стартуем мы от библиотеки. Группа собирается всегда там. И прямо перед библиотекой я рассказываю вкратце об истории нашей библиотеки. Потому что наша библиотека, она одна из старых библиотек Москвы. Одна из первых. Она была земской читальней. Создана была группой врачей и учителей, которые на свои деньги сами собрали, купили книги. И появилась вот наша библиотека. И дальше мы говорим о том, что вообще такое было Ростокино. Откуда взялось это название, откуда оно произошло? Произошло оно от общеславянского корня Росток. Это раздвоение реки на два рукава. Именно в этом месте, где селились вот вятческие племена славянские. А Яуза раздваивалась на две реки. Русло делало такую рогатку. Собственно, Яуза и речка Горяенков. И дальше мы начинаем свое движение. Идем по улице Бажова. И выходим к такому интересному зданию. Это здание 1953 года постройки. Вот одно как раз из тех первых сталинских многоэтажек, которые были построены в Ростокино после войны. И строилось оно специально под кинотеатр. На первом этаже был кинотеатр. Север он назывался. Я его еще застала в детстве. Мы туда ходили активно. На первом этаже там было сделано мраморное фойе с двумя кассами. Ну, специально для кинотеатра. И даже, что интересно, да, вот мне как библиотекаре на первом этаже был читальный зал, да, какое-то время. Ну, и в фойе, как тогда было заведено, иногда играл оркестр для посетителей кинотеатра. Но это совсем давно было. В моем детстве там был буфет с мороженым. Ну, и кинозал, собственно говоря, не очень большой. Ну, по тем временам, наверное, считался большой, приличный. Также у нас на пути встречается здание почты и сберкассы. Оно тоже одно из первых каменных построек в Ростокино, таких многоэтажных, городских. Интересное здание, потому что оно построено на месте пожарной части Ростокино. Пожарная часть была еще деревянная, с трехэтажной колончой деревянной, где колонча была специально сделана такая, что, поднявшись на нее, можно было увидеть все Ростокино. Ну, если где-то, да, возник пожар, то звонили в набат и выезжали пожарные. И вот эта пожарная часть была разобрана, снесена. На ее месте было построено специальное такое угловое здание для сберкассы и почты. Дальше мы идем через сквер Божова. Поначалу он был просто сквер на пересечении основных улиц Ростокино, Божова и Ростокинской. А с 2004 года, ну так как улица Божова и вообще топонимика в Ростокино связана вот с Божовым, Павлом Петровичем, его уральскими сказами, есть у нас улица Малахитовая в Ростокино. И сквер было решено назвать сквером Божова. И как раз скульптор Владимир Валерьевич Лепешев согласился сделать для сквера бюст самого Божова. Очень красивый бюст, он стоит на входе в сквер со стороны Малахитовой. И также Лепешев сделал несколько таких барельефов скульптурных с героями уральских сказок Божова. А сам Лепешев, кстати говоря, тоже Ростокинец. У него мастерская находится недалеко на сельскохозяйственной улице. Он член Московского союза художников. И дальше мы выходим из сквера, пересекаем Малахитовую. Мы переходим, собственно говоря, к храму Ростокинскому, который называется храм Кирилла и Мефодия. Большой вновь отстроенный храм. Дальше мы переходим в парк Акведук. И у нас в парке Акведук есть очень красивая такая архитектурная стелла. В общем, второе ополчение существовало, да, Мининой Пожарского, которое освободило Москву от польско-литовских интервентов. И когда ополчение двигалось к Москве, вот на штурм Кремля, на штурм Москвы, уже практически освободив до этого всю территорию России, которая была захвачена, то они остановились лагерем в Ростокино, именно на берегу Яузы для отдыха. Это было в 1612 году. И в 2012 году, посвященный этим событиям, была создана вот эта стелла, этот памятник, он очень красивый. Мы тоже к нему подходим, обязательно его смотрим. Там такие барельефы тоже сделаны внизу. Ну, вообще Акведук — это, конечно, архитектурный, исторический доминантный район. Вот сейчас он реставрирован уже достаточно давно, оштукатурен пабелён, сверху сделана крытая галерея деревянная, по ней можно пройти, погулять по Акведуку. Ну, правда, только выходные. Но это правильно, потому что это в смысле сохранности всё-таки моста, чтобы не каждый день люди ходили, а всё-таки какой-то был у него период отдыха, так скажем. А в остальные дни, я так понимаю, он закрыт? В остальные дни закрыт вот этот проход наверху по галерее. Под ним, конечно, можно погулять, всё понятно. Он в вечернее время очень красиво подсвечен, так что и вечером, и ночью тоже очень красивое зрелище отдельное. Вообще, я бы советовала тем, кто его не видел, не приезжал в район, планировать время так, чтобы можно было погулять и вот застать и вечер, потому что вечером очень красиво тоже подсвечен Акведук, и ВДНХ тоже красиво очень перспективно открывается с него, опять же, если на него выйти, подняться. И, в общем, стоит это всё посмотреть. Вы знаете, как интересно, вот приходят на экскурсии люди, ростокинцы приходят, потому что у нас два новых жилых комплекса в районе, это Триколора и вот Каменный Цветок. И народу много, ну, кто приехал из каких-то других районов. И, собственно, конечно, историю Ростокина пока не знают. Но есть люди, которые приезжают из других районов Москвы, и мне вот прямо на экскурсии говорят, мы даже не знали, что у нас в Москве есть вот такой вот мост, ну, то есть Акведук. Плюс ещё у нас есть дома очень интересные, стоящие на границе нашего уже района, но они очень интересные как памятники. Один из них — это так называемый Дом Желтовского по проспекту Мира. Это последний дом, построенный архитектором Ивановым Владиславовичем Желтовским в Москве, последний его прижизненный проект. В 1955-1957 годах построен. Очень красивый, очень такой своеобразный. И его называют самым уютным Домом Желтовского в Москве. То есть он такой строился, как жилой дом, с двориком, с зеленью перед домом. И недалеко от дома Желтовского находятся дома коммунной ватной фабрики. Это очень интересный объект, на самом деле. С 1937 года постройки два дома. Это построены архитектором Гинсбургом и Лиссагором архитекторами. Известные архитекторы-конструктивисты 30-х годов. И сейчас они, конечно, немножко потерялись среди вот такой современной застройки, что очень жаль, потому что это действительно памятники конструктивизма, которых в Москве не так много. И тогда, в 30-е годы, дома Желтовского еще не было. И среди вот этих вот избушек, растокина и пасущихся коровок, и на фоне акведука 18-го века постройки, вот эти дома смотрелись, конечно, как нечто из ряда вон. Потому что конструктивизм, это такие кубические белые дома, фасадное такое ленточное остекление, такие окошки по всему фасаду идут. Мы с вами сейчас, можно сказать, сходили на полноценную экскурсию. Да, прошлись по нашему району. Но до сих пор мы не знаем об истории района. Давайте поговорим, откуда произошло само Ростокино, что здесь было раньше, кто здесь жил, чем они занимались. В районе платформы Яуза в 1928 году раскопки производились, и как раз были обнаружены вот эти вот похоронные курганы-вятичи, в которых были найдены характерные для захоронений какие-то предметы у двори домашние, женские украшения, наконечники стрел, там оружие. Ну, в общем, всё, что свидетельствует о том, что это действительно вяческая погребальная культура. Но с XIII века, как мы знаем, начинается наступление Орды на южные рубежи России. Больше всего страдают такие княжества, как Рязанская, Владимирская. Владимир-Суздальская земля тоже пострадала во многом. И население начинает откачевывать как раз-таки на север, вот сюда, к Москве, и начинают заселять и наши ростокинские земли в том числе. Но пик заселения приходится на XIV-XV века, потому что земли эти, хотя и северные, и за лесами, за болотами, но зато спокойные, зато тихие. И вот первое упоминание о Ростокине, как о поселении, мы встречаем в летописи, связано оно с именем боярина Михаила Борисовича Плещеева. Он был ближним боярином великого князя Василия Тёмного. И также он был и сподвижником Ивана Третьего, это дед Ивана Грозного, ему принадлежал Ростокина. Но у него умирает жена, и в 1447-1448 годах, вот после её смерти, он передаёт Ростокина в дар Троицкому монастырю. Как раз это Троица Сергия Вилавра, очень богатый, мощный монастырь. И Ростокина, став монастырским селом, начинает очень быстро расти, развиваться и богатеть. Почему? Потому что монастырь выдал селу обельную грамоту, которая его освобождала от всех податей и налогов, кроме только в пользу монастыря. В XVII веке постигла печальная участь Ростокина. Оно было практически разорено и сожжено отрядами польско-литовскими, которые двигались по Троицкой дороге к Троицкому монастырю. И восстанавливалось очень долго. Село-то, оно изначально было небольшое, 16 дворов. И к XVII веку около 130 человек там жило всего. Но это, нам кажется, немного. Тогда это было нормальное село, в общем, не такое уж и маленькое. За счет вот этого разорения, конечно, сократилась резкая численность, была сожжена церковь, дома многие пострадали и восстанавливалось достаточно долго. Где-то 10 лет Ростокину понадобилось на то, чтобы вновь восстановиться. Была отстроена церковь снова. Ну, причем она была крашей прежней отстроена, был сделан специальный предвидел Сергия Радонежского теперь в Ростокинской церкви в воскресенье Христово. Было восстановлено само село. И, в общем, оно начало снова разрастаться. Население начало потихонечку расти. И до XVIII века, до Екатерининского указа о секуляризации церковных земель 1764 года, оно было монастырским. И вот к 1794 году Ростокинскую церковь разобрали, закрыли. А ризы и святые книги, и серебро... Как тогда тоже писали в документах того времени, все церковное имущество полностью было передано в Алексеевскую Тихвинскую церковь. Но, правда, на месте этой церкви в Ростокине построили часовню, деревянную часовню. И она просуществовала до 1226 года. Само Ростокино, оставаясь государственным селом, продолжало развиваться. Оно очень недолгий период было владельческим селом. То есть Павел I подарил его своему воспитателю и наставнику, митрополиту Левшину, Платону Левшину. Но уже после смерти Павла сразу Александр I обратно в государственную казну его передал. Примерно к XIX веку относятся упоминания, связанные с именами наших известных писателей, поэтов. Ну вот, в частности, Пушкин посещал Ростокино. Он в период жизни в Москве с 1826 по 1830 год часто с друзьями ездили на Останкинские пруды. И с Авсгорка Троицкого тракта как раз-таки останавливались и любовались ростокинскими заливными лугами, пасущимися на них стадами. В общем, вид был действительно красивый, пойма Яузы. Есть и такая связь в истории Ростокино. В нашем районе усадьбы Леонова достаточно знаменитый тоже такой объект. Здесь бывал Карамзин. В своих записках он тоже оставил упоминания о Леонове. И к середине XIX века ростокинцы начинают заниматься новыми такими для себя видами деятельности. Они занимаются активно извозом. То есть многие ямщики, да, московские происходят из Ростокина. И постоялые дворы держат много. Здесь начинает появляться потихонечку промышленность своя, небольшая. Есть даже такое старинное фото, где виден ростокинский акведук, вот это поле берега Левого Яузы, и на нём кузница стоит. А потом начинают появляться вот эти первые фабрики и заводы. Бумагопредельная фабрика, сицинобивная фабрика, резентовый завод и ещё был такой завод по производству гильз для револьверных патронов. Одно из тоже направлений деятельности ростокинцев – это было огородничество. Потому что здесь были удобные земли, вот опять же берег реки. Яуза разливалась, и достаточно плодородные земли были. И ростокинцы выращивали морковь, картошку, капусту, то есть вот все такие репу, огороднические культуры. И на рынках Москвы в больших количествах это всё продавали. У людей были частные дома. Люди переезжали во вновь построенные городские дома, вот эти вот пятиэтажки. А огороды сохранялись. И продолжали за ними ухаживать. И какое-то время они ещё были. Ну, потом уже создавались парки, всё, огороды уже больше не существовали. Но до сих пор можно встретить, например, яблони, груши по берегу Яузы. Причём не дички, а такие вот настоящие деревья, которые вот напоминают нам о той самой истории. Как обстоят дела с транспортной инфраструктурой в Ростокино? Сейчас стало гораздо лучше. Где-то лет буквально ещё 10-15 назад у нас был автобус «Легенда» 56-й. Он ходил от ВДНХ, сворачивал, проезжал по мосту через проспект Мира и поворачивал на Ростокинскую нашу. И вот весь Ростокино, который отпетвляется от проспекта Мира, он так объезжал как бы. И он был один, вот этот вот автобус. Ну, поэтому, конечно, иногда его приходилось очень долго ждать. И, в общем, многие ходили пешком от ВДНХ. Тем более, что дорога такая приятная. Можно пройтись мимо дома Желтовского, перейти Яуза по мосту пешеходному, который всегда в советское время там был. Его перестраивали несколько раз. Но с транспортом было не очень. А вот за последние годы ситуация очень сильно изменилась. Очень стало удобно. Сделали несколько новых маршрутов. Часть Ростокина, такая центральная, можно сказать, часть, она в 50-е годы где-то получила название городка Моссовета. Это было такое известное в Москве название. Даже вот, например, садясь на такси, человек мог сказать, мне, пожалуйста, городок Моссовета. И таксисты знали, да, где это все находится. Ну, потому что здесь получали квартиры и жилье сотрудники московского городского управления. Это не было так, что это был дом там только для каких-то московских чиновников. Нет, москвичи всегда получали квартиры и простые, обычные люди. Название такое закрепилось и достаточно долго существовало. Наверное, вот до конца 80-х годов. Давайте еще вернемся к достопримечательностям района. Мы не сказали про галерею Ростокина. Наверняка есть что-то неинтересное. Галерея – наши партнеры. Мы с ними плотно так работаем вместе. Они существуют уже тоже в районе давно. Собственно говоря, на улице Ростокинской они находятся. Мы вот связаны общей работой. Мы делаем общие экскурсии тоже. Их посетители приходят на наши экскурсии. Мы выходили на пленэр все вместе. Сотрудники галереи давали мастер-класс для своих посетителей. Рисовали акведук. Прямо вот непосредственно рядом с акведуком выбирали площадку. А затем я рассказывала про историю. У меня есть отдельная экскурсия, более подробная об истории только акведука. Как он был построен, почему, с чем, когда, кем. Ну, все очень подробно. И вот я как раз рассказывала об этом посетителям. А что еще интересного есть в Ростокине? Ростокине вообще, конечно, очень повезло. Оно может похвастаться тем, что у него, смотрите, есть почти всех эпох памятники. Ну, первобыт Курган и Вятичи, да? Барокко, наш знаменитый акведук. Конструктивизм, дома Гинсбурга и Лисогора. Неоклассика, дом Желтовского. И есть даже модерн у нас в Ростокине, о котором никто не подозревает на самом деле. А вот, тем не менее, у нас есть даже постройка Шехтеля в районе. Это непосредственно возле платформы Яуза. У нас есть такая больница РЖД. Она сейчас-то клиническая больница. Ну, действует, все работает. Она строилась в первой половине XX века. И, собственно говоря, Шехтель принимал участие. То есть он не был прям единственным автором, но там было несколько архитекторов. И в том числе общежитие для сотрудников больницы первое в 1914 году было построено. Вот, по проекту Шехтеля. Это такой интересный очень дом с башенками двумя по двум флангам здания. Но, мало того, его еще в лихие 90-е обшили сайдингом. Да. И, к сожалению, теперь, поскольку близость к железной дороге, он, во-первых, весь закопченый цвет, вот, ну, как на вокзале постройки бывают, это раз. Ну, а второе, он, конечно, ну, скрывает под собой, да, архитектурный весь проект. И замысел его, конечно, ну, уже так не считывается. Есть у нас, опять же-таки, дома, послевоенные постройки первые, еще даже не пятиэтажки, а двухэтажные дома, которые, ну, по городским легендам приписывают постройки пленных немцев. Ну, я не думаю, что это пленными немцами строилось. Это были конкретные архитектурные проекты. Вот у нас недалеко, прям совсем от библиотеки, есть такой дом, он двухэтажный. Вход банкирован колоннами небольшими. Ну, то есть, вот так вот, если не знать, можно даже подумать, что это какая-нибудь дореволюционная постройка. Но нет, это советская постройка. Прямо люди специально приезжают в Ростокино, чтобы вот это все увидеть. А сейчас еще интересно тем, что как бы вот эти контрасты, вот эти ЖК, новый совсем, да, вот этот триколор у нас, он же очень такой многоэтажный комплекс. Да, его видно отовсюду, мне кажется. Да, его видно отовсюду. Он как Москва-Хити, можно сказать. Да, и прямо рядом с ним, вот непосредственной близости от него, находятся как раз вот эти маленькие домики послевоенные сразу. Вот это наше здание почты сберкассы, главуя. Они не работают, да, сейчас? Почта там до сих пор есть. Сберкассы, по-моему, нет уже. А почта, да, работает до сих пор. А еще я видела, мишки стоят возле Акведука. А мишки – это зимняя история. Да, их так и называют сейчас уже ростокинские мишки. Появились они уже достаточно давно, уже, мне кажется, лет пять как назад. Они вот украшают Ростокино. Очень ростокинцы их все любят. Там, получается, перед набережной Яуза такой, как бы, карман, свободное пространство. И вот там как раз стоят мишки. Там еще такой небольшой лес вокруг них. Там стоят елочки, да. Елочки подсвечены, они меняют свой цвет, когда темно становится. А мишки просто светятся в темноте. И это, конечно, очень красиво. Приезжают люди со всех концов Москвы буквально на этих мишек посмотреть. Ну и все, кто едет по проспекту Мира, тоже их видят. Они прям встречают. А какие у района есть минусы? Вот вы назвали первый минус, что здание модерна потеряно, оно обшито сайдингом. А какие еще есть? Ну, наверное, всегда очень все сокрушаются, и жители, и ростокинцы, и все, кто приезжают. Что, конечно, Яуза очень загрязнена, к сожалению, да. Она была такой очень чистой московской речкой. И, ну, если как питьевая река, она уже давно загрязнена, это прям уже там несколько веков, да, собственно говоря. То вот даже, ну, моя, например, бабушка помнила, как купались в Яузе. Уже там ни мои родители, ни я, мы такого, конечно, не припомним никогда в жизни. С пробками опять же повезло, потому что пробки все, они на проспекте Мира остаются. Когда вы проезжаете уже, собственно говоря, в Ростокино, внутри Ростокино я не видела такого, чтобы были пробки. Достаточно хорошо всякие развязочки местные сделаны. И, в общем, сейчас даже вот, когда напротив сквера Бажова находится ЖК «Каменный цветок», и перед ним сделана такая пешеходная зона. Мне лично это очень нравится, потому что раньше там проходила дорога, потом все эти старые дома были снесены, построен вот этот новый жилищный комплекс. И вот приятно то, что действительно зона такая более спокойная стала. Как мы поняли, район Ростокино с богатой историей и очень даже интеллигентный. И досуг тут, конечно, соответствующий. Галерею Ростокино уже упомянуло наши гости. Это место, где начинающие художники, студенты и выпускники творческих вузов могут реализовать свои идеи и приобрести первый выставочный опыт. На сельскохозяйственной улице есть исторический дом культуры имени Луначарского. Он был построен в 1931 году. Для рабочих комвольно-отделочной фабрики. А архитекторами стали знаменитые братья Веснины. Долгое время клуб был заброшен. Но с прошлого года здесь идет ремонт. И когда он будет закончен, тут откроется районный досуговый центр. А еще на улице Бажова работает детский камерный театр «Кукол». Это одна из сцен Московского театра «Кукол». И сегодня здесь в основном идут спектакли для самых маленьких театралов. Ну, то есть для дошкольников. На сельскохозяйственной улице есть спортивный комплекс «Искра». Где проходят городские чемпионаты по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике и другим дисциплинам. И здесь же работают четыре спортивные школы. По футболу, фехтованию, санному спорту и большому теннису. В общем, Ростокино район не только интеллигентный, но еще и спортивный. И при этом тихий и камерный. И во всех смыслах кинематографичный. Ну, а мы завершаем наше путешествие во времени от Екатерининских времен к Саду Будущего. И прощаемся с районом Ростокино. Надеемся, что вам понравился этот выпуск. А если так, поставьте нам, пожалуйста, лайк на той платформе, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на наши соцсети. Все ссылки вы найдете в описании подкаста. Спасибо всем, кто был с нами. И до встречи ровно через неделю в следующем выпуске подкаста «Про мой район». С вами была Даша Судакова и Настя Масляева. Всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»